Итак, как же считать варианты текста? Мне кажется, что вопрос очень простой. По крайней мере, среди евангельских христиан существует два подхода к решению этого вопроса. Я об этом буду сегодня говорить. Буду говорить очень медленно и аккуратно, чтобы вы поняли эту проблему. Но прежде всего я скажу о том, как нельзя считать варианты. Я ни в коем случае не хочу никого здесь поддеть, но источники мне все равно цитировать придется. Да, я знаю, что это благочестивые люди, что это очень хорошие христиане, но они ведь не текстологи. Информацию свою они получают у текстологов, только они забыли задать текстологам один важный вопрос. А как вы считаете варианты? Итак, как не считать варианты? Некоторые считают, говорит Норман Гайслер в Бейкерской энциклопедии христианской апологетики, книги, которая вышла в 1998 году. Итак, некоторые считают, что в Новом Завете существует около 200 тысяч текстовых вариантов. Дальше Гайслер продолжает. Это, конечно, не ошибки, но вариантные чтения, распределенные на пяти с лишним тысячах рукописей Нового Завета. Это разночтения, которые носят, прежде всего, грамматический характер. Например, одно слово в одном стихе в двух тысячах рукописей может писаться не так, как в других рукописях. И тогда это две тысячи ошибок. Так пишет Норман Гайслер в энциклопедии, которая вышла в 1998 году. Честно говоря, в этом описании, в этом объяснении много не вариантов, а чисто конкретно ошибок. Если главная цель текстологии заключается в том, чтобы восстановить текст исходного текста, подлинника, автографа, аосгангс, то есть того текста, который исшел из рук апостолов, то любое отклонение от этой формулировки по определению является ошибкой. То есть, так, Гайслер, конечно, очень много писал как раз о безошибочности священного писания, и это нормально, это понятно. Но в данном-то случае, когда речь идет о текстологии, мы не задаемся вопросом, существуют ли проблемы для учения о безошибочности. Мы задаемся другим вопросом. Можно ли сказать, что до последней буквы вот эта формулировка соответствует исходному тексту библейского писателя? И тогда по определению, любое отклонение от этого будет ошибкой. С богословской точки зрения это не ошибка. С точки зрения безошибочности писания это не ошибка. Но это отклонение от того, что написал автор. И, кстати говоря, текстологи, на самом деле, простите меня за мой французский, самые занудные зануды, которых можно только встретить, вы не хотите, поверьте мне, вы не хотите встретить текстологов, потому что они очень занудные. Им важны подробности, детали. Они хотят добиться и докопаться до последней буквы. Они докопаются до кого угодно и до чего угодно. Если, например... Ага, вот Иоанн. Вот здесь написано с одной Н или с двумя? А как правильно? А как было изначально правильно? Иоанн или Иоаннн? И всякий раз, когда видим имя Иоанн, мы видим, что в разных рукописях оно пишется по-разному. Так вот, если главная задача текстологии заключается в том, чтобы восстановить первоначальный исходный текст, то любое отклонение от этого первоначального исходного текста будет ошибкой. Понимаете? Не в богословском смысле, а в практическом, текстологическом смысле. Можно даже сказать так. Да, это, кстати, это относится независимо от вашей богословской позиции. Например, Норман Гайслер говорил о том, что Библия полностью вдохновенна, Богодухновенна. Он говорил, что сами слова вдохновенны. То есть он, скорее всего, имел в виду, что Богодухновенны все буквы до последней. Значит, нужно докопаться до того, что там было написано первоначально. И вот когда мы думаем об ошибках, важно рассматривать это с разных точек зрения. Например, может быть, богословская ошибка, когда то, что написано, противоречит истине Священного Писания и истине Библии. Или ошибка с точки зрения просто отклонения от того, что написал первоначальный автор. Или ошибка с точки зрения того, что автор написал не совсем это слово. И тогда возникает вопрос с точки зрения Богодухновенности. Но даже люди, ученые, которые не считают Библию Божьим словом, не считают ее Богодухновенной, не считают ее безошибочной, ничего подобного не считают, не верят в дословное полное Богодухновение. И они все равно хотят докопаться до первоначальных новозаветных формулировок, потому что это исторический документ. А мы хотим понять, что там исторически было написано. Ну, например, вернемся к гитисбергской речи Линкольна. Мы хотим понять, сказал Линкольн это или то? Как он написал это слово? Это важные вопросы. Вот это, собственно говоря, первая ошибка Гайслера. Дальше. Второе. Когда Гайслер говорит о числе рукописей, он говорит 5300 рукописей. Это слишком мало. Он написал в 1998 году, но он использовал более старые источники, так что не нужно его здесь упрекать за это. Сегодня известно, что существует 5824 рукописи. А записываются эти лекции в 2013 году. Дело в том, что за последнее время были найдены другие рукописи, которые еще не получили номер по каталогу. Так что Гайслер ошибся где-то на 500 рукописей. Это рукописи на греческом языке, на языке подлинника Нового Завета. Это не древние переводы Нового Завета. Так что я не хочу тут особенно троллить по этому поводу Гайслера. Вот. Он работал с тем, с чем работал. Дальше. Он говорит, что 200 тысяч текстовых вариантов. Это очень-очень-очень мало. За последние 100 лет ученые рассмотрели эти варианты текста и сказали, сколько у нас получается. Когда-то считалось, что 150 тысяч. Потом, уже в начале 20 века, стали говорить, или в середине 20 века, как раз появилось это число 200 тысяч расхождений, 200 тысяч вариантов. Но чем больше рукописей мы изучаем, тем больше мы сравниваем, тем более возрастает это число. Есть две книги, которые действительно вложили большой вклад как раз вот в эту историю. И мы можем сказать, что мы не можем точно пересчитать, назвать число этих вариантов. Но назову хотя бы эти две книги. Во-первых, книга, которую написал Герман Хаскир, написал он эту книгу в 1929 году. Это двухтомник, который называется о наблюдении относительно текста «Откровение Иоанна Богослова». Он писал эту книгу 30 лет. Хаскир сделал следующее. Он изучил все рукописи книги «Откровение Иоанна Богослова». Он сравнил эти рукописи друг с другом, сопоставил друг с другом, и он описал все расхождения, которые есть в этих рукописях, до последней буквы. И он опубликовал этот текст. В качестве основы он взял «Текстус рецептус», то есть тот текст, который в основе многих переводов Библии. И дальше он переписывал, каталогизировал все расхождения со всеми рукописями, которые вы можете найти. Так вот, только в книге «Откровение Иоанна Богослова». Если считать рукописи, или, точнее, варианты с точки зрения того, сколько рукописей содержит каждый из этих вариантов, то только по книге «Откровение Иоанна Богослова» получается около 200 тысяч вариантов. Но этот учет неправильный, так считать их нельзя. Хаскир показывает вот эти текстовые варианты. Смотрите, как он делает. Он берет базовый текст, с которым все сравнивает, а дальше он переписывает, он учитывает все различия, и потом он видит также, насколько эти рукописи согласны с базовым текстом, насколько не согласны. Так вот, это первая книга Нового Завета, которая была полностью так сопоставлена на материале всех рукописей, которые были известны в то время, во время написания. И на это понадобилось автору 30 лет. Хаскир избрал книгу «Откровение Иоанна Богослова», потому что с этой книгой Нового Завета было работать проще всего, потому что рукописи «Откровение Иоанна Богослова» меньше, чем рукописи любой из других книг Нового Завета. Всего 325 рукописей. А у нас всего 5800 рукописей Нового Завета. Это не значит, что все рукописи содержат весь Новый Завет. Рукописи, которые содержат весь Новый Завет, около 60 всего. Средняя рукопись Нового Завета при этом имеет объем около 450 страниц. Так что это огромный объем работы. Одна из фундаментальных целей Центра исследования Нового Завета, которым я руковожу, заключается в том, чтобы отцифровать все известные рукописи Нового Завета, провести их через программу приложения оптического распознавания текста и распечатать полный аппарат, в котором будут все текстологические варианты Нового Завета. Мы предполагаем, что если бы сейчас мы могли отцифровать все рукописи Нового Завета, если бы один человек должен был все это сопоставить, один человек просто... 400 лет этому человеку нужно было бы, чтобы это сделать. Может быть, вас зовут Мафусаил, тогда бы у вас хватило времени по жизни, по этому жизни. А у вас... Вы не Мафусаил, поэтому у вас не получится. Программа компьютерная сделает это за 5 лет, не за 400. Это очень, на самом деле, колоссальная такая работа. И я лично понимаю, что эту работу нужно проделать. А до сего дня только две Новозаветные книги были таким образом изучены. Хаскир использовал Откровение Анны Богослова, и Томми Вассерман в городе Лунде, в Швеции, провел такую работу по посланию Иуды. Вассерман использовал послание Иуды таким образом, потому что это короткая книга. Он, конечно, мог использовать третье послание Иоанна, мог бы использовать второе послание Иоанна, и там сразу первое послание Иоанна, но он этого не сделал. Он сделал послание Иуды, и ему понадобилось 6 лет для того, чтобы сопоставить все рукописи послания Иоанна. Так вот, на основе вот этой работы ученые могут себе представить, сколько всего может быть тех, кто к вреду. Это приблизительное представление. Я бы сказал, что это 400 тысяч. Некоторые считают, что это более миллиона. Некоторые считают, что это около 300 тысяч. Нет, я все-таки склоняюсь к тому, что этих вариантов около 400 тысяч. Но мы точно не знаем. Еще одна ошибка, которую делает Гайслер. Гайслер говорит о том, что текстовые варианты считаются по количеству рукописей, которые поддерживают тот или иной вариант. На самом деле, количество рукописей здесь почти ни при чем. Я скажу, почти. По крайней мере, одна рукопись в любом случае нужна. Если нет рукописей, которые не согласны с другими, то нет и варианта. Должна быть хотя бы одна рукопись. Вот в этом плане число рукописей, конечно, важно. Но дальше. Не важно, одна рукопись не соглашается с другими или миллион рукописей не соглашаются с другими. Это будет не миллион вариантов, это будет один вариант. Не надо учитывать, сколько рукописей. Надо учитывать просто наличие варианта, независимо от числа рукописей. Итак, как считать рукопись? Это, кстати, не вопрос мнения. Это абсолютный факт. Потому что апологеты берут эту информацию у текстологов и при этом не позволяют текстологам объяснить, что здесь имеется в виду. Они просто берут и говорят, о, вот что значат эти числа. Обычно они при этом не задают текстологам важных вопросов. Итак, текстологический вариант учитывается, исходя из количества текстовых различий в рукописях, независимо от того, в каком количестве рукописей содержится этот вариант. Достаточно, чтобы была хотя бы одна рукопись с таким вариантом. Одна рукопись, две тысячи рукописей. Все равно это считается как один вариант, а не как две тысячи, как учитывает этот Гайслер. Приду вам лишь один пример. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 1 стих, мы находим два варианта. Кстати говоря, в Евангелиях, как раз по Евангелиям мы находим гораздо больше рукописей. У нас есть гораздо больше рукописей Евангелия, чем рукописей других текстов Нового Завета. Мы говорили, что Откровение 320-325 рукописей. Евангелие – две тысячи рукописей. Дальше Послание апостола Павла, 800-850 рукописей. Дальше Деяния, дальше Соборные послания апостолов. Соборные послания – это не значит послание в Соборе, это значит послание других апостолов, не Павла. 650. Значит, от 2000 до 325 вот такое распределение у нас получается, если мы говорим о разных книгах Нового Завета. Итак, Иоанна 4.1. Представим себе, что у нас всего тысяча рукописей. Нет. Давайте все-таки так. Тысяча рукописей с одной стороны, тысяча с другой. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисея в слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? Так вот, как правильно? Когда же узнал Иисус или когда узнал Господь? Это текстологический вариант. В некоторых рукописях написано, когда узнал Господь, в других написано, когда узнал Иисус. И все зависит от того, какой у вас базовый текст. Как вы будете считать вариантом? Да, конечно, будут различия в двумя случаями. Но если я начинаю с того, что базовый текст у меня, когда же узнал Иисус, и у этого текста меньше поддержки со стороны рукописи, например, 800, а 1200, получается, говорят, когда же узнал Господь. В любом случае у меня получается тогда, при таком учете, один вариант. Независимо от того, сколько вариантов. И это важно помнить. Это важно учитывать. А теперь интересный вопрос. А почему люди стали так неправильно учитывать ошибки? Я полагаю, что делать это стали, потому что можно было на основе этого сказать, что различий существует не так много. Около нескольких сотен. Ну, то есть, смотрите. Вы можете сказать, что 200 тысяч текстовых вариантов, но дальше вы можете предположить, что 5300 рукописей, они согласуются друг с другом, и есть тысячи рукописей, которые отклоняются от всех остальных. Значит, получается 200 таких разночтений, а с тысячи рукописей, значит, 200 тысяч разночтений таким образом у нас и вышло. Это было бы очень здорово. На самом деле разночтений гораздо больше. И этот метод дает христианам уверенность, что у нас в руках подлинное Слово Божие. Однако, если уверенность основана на неверной предпосылке, то не нужна нам такая уверенность, а предпосылка здесь действительно неверная. Мы с вами будем говорить о том, что значит 400 тысяч текстовых вариантов разночтений. И самый главный вопрос заключается не в том, сколько этих разночтений. Вопрос количества здесь, на самом деле, не столь важен. Важна природа этих разночтений. И мы с вами будем говорить о том, сколько из этих разночтений имеют смысл, имеют значимость для нас. Затрагиваются ли этими разночтениями серьезные богословские доктрины? Ну, например, вы хотите знать учение о воскресении Иисуса Христа. Оно что, находится только в местах Писания, которые оспариваются? Или эти места не оспариваются? Большинство христиан скажут, да, это, конечно, хочется знать, это важно знать. Могу я верить в воскресение? Могу ли я верить божественности Иисуса Христа, спасению по вере? Могу ли я верить учению о Троице? То есть это нетривиальные вопросы. Итак, мы, конечно, хотим говорить об уверенности, об основании для нашей веры, о реальности рукописей. Но мы не будем играть в игры, мы не будем вас обманывать. Мы не будем вам говорить, что реальность существует там, где ее нет. И нам нужно с вами будет все это продумать. Именно поэтому вы изучаете этот курс. Вы хотите понять, что же такое происходит с текстом Нового Завета. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com. С чего же или с кого же начались эти неправильные данные? Ведь не Гайслер это придумал. Многие апологеты говорят и продолжают говорить то же самое. Источником этого неправильного учета была книга, которая вышла в 1963 году. Книга называется «Как возникла Библия». Написал ее Нил Лайтфуд. Издательство Бейкер выпустило эту книгу. Она переводилась на разные языки, в том числе и на русском. Она есть более миллиона экземпляров этой книги продана. Нил Лайтфуд при этом не был текстологом. Но вот что он пишет в своей книге. Можно сказать, что в рукописях есть около 200 тысяч ошибок переписчиков. Это 1963 год. А Гайслер в 1998 году воспроизводит то же число. Но Лайтфуд продолжает. 200 тысяч получается, когда мы читаем все варианты во всех 4,5 тысячах рукописей. Кстати, здесь я тоже хочу сказать, что смотрите. Да, Лайтфуд продолжает. Если одно и то же слово неправильно написано в 4 тысячах рукописи, то получается 4 тысячи вариантов. А одна ошибочка переписана или повторена 4 тысячи раз, и поэтому получается так много вариантов. Вот это полная глупость. Это даже близко не подходит к тому, что на самом деле имеет место. Но дальше Гайслер, смотрите, говорит, он 4 тысячи с половиной, 4,5 тысячи рукописей известны в 1963 году. Гайслер говорит 5300 рукописей. Так Гайслеру нужно было все-таки увеличить вот эту вещь. Эту цифру прошло все-таки 35 лет. Значит, явно не 200 тысяч вариантов. Больше, наверное. А он не изменил эти данные. Но на самом деле это тоже не столь важно. Лайтфуд говорит, если одно слово неправильно написано или по-другому написано в 4 тысячах рукописей. Вот нет практического примера, когда 4 тысячи рукописей повторяют один и тот же фрагмент. Помните, я вам говорил, что Евангелие содержится в 2 тысячах рукописей. И нет рукописей, не так много рукописей, в которых полностью воспроизводятся все Евангелие. Мы с вами говорили, что средние новозаветные рукописи, рукопись содержит 450 страниц. Но совершенно не обязательно это весь текст Евангелия. Нет такого текста, который можно было бы найти одновременно в 4 тысячах рукописей. Я не придираюсь к ошибкам здесь, ни в коем случае. На самом деле, конечно, книга Нила Лайтфуда помогла сотням тысяч христиан. И хорошо. Но в данном случае он абсолютно неправ. Я вам это докажу математически, чтобы всем было понятно. Есть издание, это Textus Receptus. И вот этот текст отличается от стандартного критического Неслалан Нового Завета по-гречески. И там около 6500 различий. Я сам знаю, потому что я сам это все пересчитал вручную. Точнее, 6577 различий. В среднем версия или каждый вариант текста большинства, Textus Receptus, имеет рукописную поддержку на уровне 500 рукописей. 500 рукописей на каждый вариант. Может быть, где-то больше, где-то меньше. Но в среднем 500 рукописей. Так вот, если Лайтфуд прав, то получается так. 6500 вариантов умножить на 500 рукописей должно получиться не более 200 тысяч. А на самом деле получается более трех миллионов. То есть даже посмотрите на два стандартные текста. И пересчитайте с точки зрения подхода Лайтфуда. Получается более трех миллионов вариантов. Значит, 6500 различий. Это на самом деле очень маленькая часть всех тех вариантов текста, которые существуют. Так что же получится, если все это посчитать? Если считать варианты так, как предлагают Лайтфуд, Гайслер и другие апологеты, сколько вариантов у нас получится? Никакого утешения для христиан у нас здесь не получится. Скорее получится отчаяние. Новым Тестаментом Грейка, греческий Новый Завет, Неслиоланд, учитывается около 30 тысяч текстовых вариантов. Как я уже сказал, я не пытаюсь снова и снова повторять, хотя, пожалуй, повторяю. Но я хочу, чтобы до вас дошло. Текстовый вариант – это любое место, где, по крайней мере, одна рукопись отличается от базового текста. Так вот, Неслиоланд учитывает только небольшое число всех существующих вариантов. Если Лайтфуд и Гайслер правы, то у нас получаются десятки миллионов вариантов текста. Вот это число кого-то утешит? То есть все вам скажут, знаете что? Вот так нужно учитывать варианты, но не беспокойтесь. Просто об этом будут 150 миллионов вариантов текста Нового Завета, но не беспокойтесь о них. Это как-то вот, скорее всего, так удавиться проще, честное слово. Ни один текстолог, еще раз, ни один текстолог не определяет варианты так, как определяет их Лайтфуд. Но при этом именно текстологи считают варианты. Так давайте узнаем, как они определяют варианты. Еще раз, текстовый вариант – это не разница в формулировке, умноженная на количество рукописей, поддерживающей эту разницу. Текстовый вариант – это любое место, в котором, по крайней мере, одна рукопись отличается от базового текста. Независимо от того, сколько рукописей поддерживает этот вариант. Он в любом случае считается как один вариант. И, как мы с вами увидим на следующей лекции, даже при этом подсчете получается более 200 тысяч вариантов. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.